ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В бейсболе основное поле имеет форму квадрата, на котором находятся 4 базы. По ним одна команда расставляет защитников и подающего в центр. Еще 4 человека выходят во внешнее поле. Задача нападающего – отбить мяч и, совершив круг по всем базам, вернуться на исходную позицию. Тогда команда зарабатывает очко. Если отбить мяч не получается несколько раз подряд, то команды меняются ролями. С нюансами правил игры познакомили детей тренеры, кстати. В прошлом это игроки сборной России по бейсболу. Они рассказывают, им уже есть кем гордиться. Очень сильно хочу похвалить питчерскую работу до сегодняшнего дня. В принципе, и со всех турниров в этом году. Лучше всего питчеры показывают себя на этой Спартакеаде. Это очень радует. Когда у питчеров идет игра, игра в целом получается хорошая. Команда Московской области разбила санкт-петербургских бейсболистов со счетом 19-3. В полуфинале наших парней ждет встреча с московскими или приморскими спортсменами в зависимости от результатов их игры. Мы победили в упорной борьбе. Питер показал себя довольно неплохо. Наша команда старалась. В подготовке, конечно, мы были сильны. Сейчас мы немножечко подздали. И, в принципе, мы можем выигрывать. Мы знаем, что мы сильные. И вот сейчас доказываем это на поле. Всероссийские соревнования по бейсболу будут проходить в Химках три дня. Кстати, этот вид спорта включен в программу Олимпийских игр еще с 1904 года. И, возможно, сейчас в учебно-спортивном центре Планерное среди этих спортсменов есть будущие Олимпийские звезды. Сервер Бигмобетов Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.